Подожди, ты что-то не то говоришь, подожди. Что-то не то говорит. Я хотела наоборот на коллекционных остановиться. Мы покажем несколько таких, вот как ты сказала, с которым справится даже ранний садовод. Давай, давай. То есть у нас будут разные варианты. Ты скажешь, не туда надо идти, а с чего мы начнем. Ага. Итак, Наташа, с чего мы начнем? С огромного красного цветка. Прекрасно. Пошли. Прекрасно. И вы снова на канале Европлант Лайф. И сегодня, как мы обещали, мы представим вам топ-10 раннецветущих пионов от Натальи Завидий. Здравствуй, Наташа! Привет! Я правильно сказал, мы, к сожалению, приехали к тебе один лишь только раз, а пионы-то у тебя еще далеко не все распустились. Ну, сейчас цветут ранние гибриды, поэтому давай я покажу, наверное, самые-самые такие, которые сейчас хороши. И причем это будут пионы, которые, ну, что называется, на любой вкус. Я могу показать пионы, которые осилит даже начинающий пионовод. И немножко покажу свои какие-то такие изысканные коллекционные сорта. Ну, да, пусть это будет твой личный хит-парад, и они будут у нас не по хрихотливости, не по красоте и не по редкости, а вот те, которые, ну, вот ты можешь порекомендовать всем. Итак, Наташа, с чего мы начнем? С огромного красного цветка. Прекрасно. Пошли. У тебя есть камни здесь? Полно. Слушай, камеру береги, камеру. Это шушка. Мы дойдем когда-нибудь до этого красного цветка? Вот пион, когда он цветет, пока мы дойдем. Отцветет уже, да. Веди меня, мой Вергилий по пионам. Вот еще молочно-цветковые только-только начинают распускаться. Ну, и вот давайте подойдем вот к этому кусту. И вот этот сорт, на самом деле, практически каждый год у нас в топе. Мы делаем на выставках, мы опрашиваем посетителей, какие им нравятся пионы, и вот этот сорт, как правило, всегда они отмечают. Сорт называется Red Grace. Это достаточно ранний гибрид. Вот с такой вот бомбовидной формой цветка, практически шарик идеальный. Вот посмотрите. Чем он хорош? Он хорош тем, что это очень неприхотливый сорт. Он хорошо всегда обильно цветет, хорошо нарастает. И что немаловажно, на сегодняшний день он стоит уже очень недорого. То есть его, в принципе, можно легко достать в продаже. Да, это очень распространенный сорт. Но вот обратите внимание, не всегда старое – это плохо. Это достаточно уже известный сорт. Но вот посмотрите, как он хорошо выглядит. Да, слушай, ну скажи, какие-то минусы у него есть вообще? Какие-то подводные камни. Конечно, я его, ты как видишь, немножечко подвязала. Даже без подпорок, просто немножко стянула веревочкой. Ну, потому что были у нас тут очень сильные ветра. И, соответственно, конечно, шапка тяжелая. И дожди были, он перенес и дожди, и ветра. И вот, в общем-то, с одной маленькой веревочкой все равно стоит. Скажи, а в срезочке он как стоит? Да. Хорошо он у нас стоит. Для букета годится? Конечно. Ну, тогда я хочу набраться наглости, Наташ, и попросить тебя… Ну, кто ж тебя отпустит без букета из моего сада? Отлично, спасибо большое. Давай посмотрим, который еще не совсем осыпается. Пусть у меня будет настоящий топ-10. Ничего, что четное число. Спасибо. Давай перейдем к следующему пиону. Пойдем. Как тебе вот такой куст пиона? Ну, вот, во-первых, он идеально прямостоячий. Абсолютно. То есть тут вот можешь посмотреть, нет никаких подпорок, ничего нету. Стоит сам. Ну… Ну да, но это ландшафтный сорт. Он, кстати, достаточно низкий для пионов, то есть он где-то 70. В этом году все пионы где-то на сантиметров 10 переросли своего стандартного роста из-за вот этих вот погодных аномалий различных. Ну, вот он относится к низким пионам. Ну, вот я бы не назвал его ни карликом, ни низкорослым. Мне кажется, что это вот просто идеальный размер. Здесь еще, конечно, очень интересно, что у него вот когда он отцветает, да, что называется, стареет красиво, на одном кусте получаются разные оттенки розового, вплоть до белого. То есть это, ну, еще дополнительная декоративность. И даже когда он отцветет, и мы обрежем цветонос, это будет, в общем, достаточно аккуратный кустик. Согласен? Да, очень красивый. Вот я у себя в саду как раз хотел бы видеть исключительно те пионы, которые стоят прямо, и заодно это я уже его люблю. Как называется сорт еще раз? Ройл Роуз. Ройл Роуз, прекрасно. Королевская роза. Да. Берем. Причем у него, вот обрати внимание, есть боковые бутоны, я их не обрезаю, поэтому еще дополнительно будет цветение продлено за счет боковых бутонов. И поскольку такая форма цветка себя повторяет в боковых бутонах, в общем-то это будет достаточно долго декоративно. Одна веточка уже целый букет получается. Ну, вернее, ты видишь же, они цветут по очереди. То есть сначала цветет центральный цветок, а потом уже начинают распускаться боковые. Ну, отлично, это продлевает цветение. Да, ну что, режем? Ну, есть тебе не жалко, конечно. Нет, не жалко. Держи. Спасибо огромное. Ну, что у нас следующее? Вот посмотри, тут редкий случай, когда и большие достаточно махровые цветки, да, и куст, как ты видишь, в общем-то тоже стоит без подвязки. Ну да, да. Я подготовила на всякий случай, но пока еще не... Очень мощные стебли, прямо очень толстые такие. Да, это вот, этот сорт этим знаменит, этот сорт называется Генри Бокстас, американская селекция, а тогда вот она шла именно в сторону больших, красивых, таких красных цветков. Поэтому сорт тоже очень рекомендую. Для начинающих он подходит и тоже, в общем-то, достаточно распространенный, стоит недорого. Скажи, ну, немножко другая форма цветка, я просто вот сравниваю с этим. Да. И этот вот полностью такой помпон идеальный, а вот здесь внутри, в сердцевинке такой, как бутончик. Да, 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 есть такие вот именно серединные бутоны у некоторых сортов, но форма цветка, это называется розовидная форма цветка. Розовидная. Розовидная форма цветка, но здесь вот еще дополнительный бонус, что у нас получается такой как бы бутон в середине, да, потом он будет раскрываться со временем, но этот вот сорт распускается немножко попозже, чем Red Grass, поэтому сейчас он стоит в полной красе. Ну, вот я почему тебя спрашиваю, потому что многие же покупают по каталогу, и не всегда понятно, что из него будет, и разобраться, чем отличается бомбовидная от розовидной формы, не всегда очевидно, да. Ну, ты можешь положить их, поставить рядышком, чтобы посмотреть. Да, ну вот теперь я вижу, да, что имеется в виду. Так что тоже этот сорт я очень рекомендую. Ну что, пополним букетик? Давай. Держи. Спасибо. Прекрасно. Для того, чтобы была хорошая коллекция пионов, нужно найти хорошего коллекционера, чтобы у него была хорошая коллекция и покупать у него пионы, и найти хорошего конюха, чтобы покупать у него конский навоз. Все-таки секрет в навозе. Конечно. У меня тут есть бесконтрольный доступ к куриному, но что-то меня все пугают, что можно сожжить. Ну, с куриным там сложно, да. Сложно, да. Сложно, да. Он более такой активный, да, более концентрированный, а конским практически ничего с ним. То есть передозы не будет. Ясненько. Ну, я так понял, мы далеко не отошли. Пион номер четыре. Ну, тут он может быть не в самом сейчас лучшей кондиции, в общем-то, потому что он только-только еще распускается. Это пион отечественной селекции, селекции Горобца. Называется «Жемчужная роса». Ну, это действительно, когда он распустится полностью, здесь будет очень много, ну, таких вот не очень больших, да, цветочков. Это японская форма цветка у него, вот видишь, да. И очень много боковых бутонов на каждом стебле, и они все будут распускаться, и будет вот такое вот действительно какое-то переливание, да, потому что одни будут более уже, вот когда, которые будут отцветать, будут более бледные, которые только будут распускаться, они будут розовые, и будет вот так много-много-много разных таких бабочек, что, собственно, и нужно. Ну, смотри, опять другую форму цветка. Да, да, японская форма цветка. Это называется японская форма цветка. Японская форма цветка. Вот обратите внимание, у него такая вот с желтой шапочкой здесь, и волнистые лепесточки. Тоже стоит абсолютно без подпорки. Он невысокий, абсолютно устойчивый, ландшафтный сорт, быстро очень набирает нужную кондицию. В общем-то, не будет никаких проблем с ним у вас на участке. Берем. Пожалуйста. Держи. Спасибо. Я какая-то первоклассница на 1 сентября. Ну что, пойдем дальше. Пойдем. То есть это тоже бомбовидная форма. Да, это тоже бомбовидная форма. Ну, немножко другой цвет, я бы сказала, и форма, и листья. В общем-то, все другое. И, конечно, самое интересное, что есть у этого сорта, то, что он вот так меняет цвет в процессе своего развития. Да, то есть вот и когда начнут они отцветать, будет вот такое тоже многокрасочное какое-то разноголосье. Слушай, ну вот этот вот цвет тоже имеет какое-то название? Конечно. Я тебя веду, да, чтобы рассказать, как он называется. Это называется сорт Мари Джо Лигар. Тоже гибрид, тоже ранний. Ну, это, наверное, не такой, в общем-то, распространенный сорт. Но вот я хотела, чтобы вы его увидели. Ну, он очень необычный, он интересный. Да. Именно за счет вот этого своего переходного. И тоже, слушай, он тоже прямостоячий. Нет, здесь тоже он у меня подвязан. Немножечко подвязан. Ну, потому что большие достаточно. Ну, вот все-таки, наверное, все помпоны, они имеют свойство заваливаться. Конечно, конечно. Почти все. Вот Генри, он же, я тебе показывала. Один такой, Генри. Ну что, режем? Ну. Давай, вот тут вот их много. Держи. Пахнет? Слушай, ну, немножко меньше пахнет. Ну, не все гибриды, кстати, хорошо пахнут. Ну что? А березку ты хочу? Хочу, я же тебе объясняю. Деревья сажаю. Она, кстати... Ну, она тебе все тут вытеснила. Нормально. Я всех пугаю березами. Прекрасно. Я много лет сражаюсь с березой. Раз, два, три. Слушай, я в какой-то момент уже сбился. Пять. Номер шесть. Ну, у тебя нету белого в букете. Нету. Давай добавим. Вот посмотри, тут два практически белых сорта. Обращаю внимание вот на этот сорт. Тоже он стоит без подвязки. Сорт называется Карара. В общем, сейчас достаточно сухо. И с поливом, может быть, тут не все было хорошо. Поэтому не самые крупные в этом году цветки у этого сорта. Вообще они достигают 20-22 сантиметра. Японская форма цветка. Вот такая замечательная. Видишь, он достаточно ранний и белоснежный, да? Да. Очень хороший сорт. В общем-то, тоже всем рекомендую. Ну, ты смотри, плетиночки вот эти или как называются? На самом деле, вот это вот как называется вообще? Стаминодия. Как? Стаминодия. Стаминодия. В общем, вот эти стаминодии, они меняют цвет на желтый, да? И он получается... Нет, это другой куст. Наташа, слушай, ну они у тебя вместе растут. Я подумал, что они тоже меняют. Вот цвета. Нет, я как раз хотела рассказать про вот этот еще сорт. Так, это у нас будет номер 7. Да, ну что, режем давай вот этот. Режем. Держи, карару. Карара. Да. А вот это называется сорт проримун. Проримун вот такая вот. Он не поменял, он такой будет. Огромный. Просто огромный. Это огромный. Кстати, он немножечко желтого цвета, если ты видишь. Особенно в момент распуска. Это гибрид. Это гибрид, поэтому он, в общем-то, ну тоже достаточно ранний. Молодой кустик еще всего вот тут 3-4 цветочка, да. И, в общем, уже немножечко он отцветает. Но, поверьте, он очень тоже достойный. Да мы не будем его резать, раз он молодой. Нет, это как раз... Нет, давай мы отрежем. Наоборот, это даже очень хорошо, что мы отрежем молодой куст. У него будет больше сил на образование корневой системы. Ну, прекрасно. Хорошо, когда и себе, и кусту хорошо. Конечно. То есть, не бойтесь, не жалейте резать пионы на срезку. Куст от этого на следующий год будет свисти только обильнее, правильно? Нет, не совсем так. Я хочу сказать по поводу срезки несколько слов. Во-первых, никогда не обрезайте на уровне почвы. То есть, абсолютно, вот видишь, как я достаточно... Да. Кусты высокие, а я тебе режу их достаточно коротко. Это не просто так. Потому что нам нужно оставить как можно больше листьев на стебле, чтобы питание было корням, да, это первое. И второе, никогда полностью не обрезайте цветы. Вот если вы там хотите иметь дома много красивых букетов, то заведите много кустов пионов. Поэтому часть цветов обязательно оставляйте на кусте цветков, чтобы они тоже не ослабляли вот это вот поголовное срезание цветов. Да, в общем-то, тоже ослабляет куст. Ну, кстати, муравьи тут немножко, да? В общем, срезаем и букетик покороче. Да, это, к сожалению, так приходится делать. Номер восемь? Пойдем. Пойдем. Наташа, слушай, ну вот пришлось нам с тобой присесть на корточке. Наконец-таки я вижу действительно карлик. Поклониться пиону. Поклониться этому пиону. Что за чудо такое? Розовое сердце. Да, вот обратите внимание, он действительно очень маленький. Но я бы сказала, что вот этот пион для садоводов, которые уже не первый год общаются с пионами, потому что, в общем-то, это, что называется, из коллекционных пионов. Как вы видите, он достаточно медленно нарастает. Вот, посмотрите, всего три стебелька на нем, да? Да, и, в общем-то, он достаточно болезненный. Это за сколько лет? Это ему, наверное, уже четвертый год. Ага, ну да. Четвертый год достаточно мало. То есть это для коллекционеров? Ну, просто вы не ждите от него какого-то обильного роста, да, чтобы там большого нарастания. И, в общем-то, он действительно достаточно часто бывает подвержен грибковым заболеваниям в нашем климате, потому что у него, в общем-то, такие корни. Ну, плата за красоту, смотри, это же он не отцветает? Я так понимаю, он прямо с самого начала такой? Нет, ты неправильно понимаешь. На самом деле, как раз это уже период отцветания, просто есть такая группа пионов, которые называются хамелеоны, да? То есть они распускаются вот таким малиновым цветом, он абсолютно малинового цвета, а потом с возрастом он тоже начинает бледнеть. И получается вот то, что на всех каких-то рекламных картинках, посвященных этому пиону, именно вот такие фотографии, когда середина ярко-малиновая и пока вот такие светлые. И, в общем-то, он, конечно, ценен вот таким вот переходом, да, вот из малинового в какой-то оранжевый, какой-то лососевый, да? Ну, вот нигде, да, не встречали мы больше такого. Даже у тебя из 300 сортов вот такого окраса и такой формы только один. Ну, я его люблю, да, он достаточно изысканный на мой взгляд пион. Перейдем к номеру 9. Пойдем. Итак, номер 9. Я тебя подвела, посмотри, к какому пиону. Он, наверное, где-то метр двадцать, да? Ну, пион вообще очень большой, он немножко у тебя нагнулся, потому что вишня его поднакрыла. Да, чуть-чуть, не совсем на месте уже стал, когда сажал. Вишни были гораздо меньше. Обрати внимание, что он тоже стоит без подвески, без всякой. Вот это удивительно, да, при таком вот размере. Да, ну, тоже абсолютно ландшафтный пион. Называется White Innocence. И что интересно, он замечательно цветет. Посмотри, как интересно. Вот эти вот центральные побеги, они могут даже не выдавать цветков. Видишь? Да, вижу, очень необычно. То есть он сначала цветет бокалушками, а их очень много на каждом стебле, да? И только потом, но вот в этом году вот не один, похоже. Нет, вот здесь вот есть. Он зацветет один из самых последних, вот этот центральный. А сначала будет... В общем, это такие белые бабочки на кусте метр двадцать. В общем-то, без подвески, без всего. Очень даже он будет интересен, когда он отсветет. Вот эта вот середина с тычинками и с пестиками. У них очень интересная такая шапочка потом образуется из пестиков. Ну, вот он тоже только зацветает, да, пока еще? То есть это будет очень пушный куст. Да, 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 это будет очень хороший куст. Ну, да, это гибрид. У него там очень много всего намешано в крови. В том числе пион, достаточно редкий эмоди. Слушай, ну, он требует, наверное, два метра вообще площади, чтобы посадить такой куст. Ну, это ландшафтный, да. То есть вы его можете и в цветник, мне кажется, посадить. И даже с какими-то кустарниками не очень большими. Ну, да, да, он просто действительно смотрится как кустарник. И цвет, конечно, у него просто вот какой-то белый. Ну, вот, пожалуйста, чем он хуже древовидного? Да ничем. Ничем. А может быть, даже лучше. То есть это такой же большой куст и обильно цветущий. Ну, это для тех, кто любит вот такие вот простые цветки. Ну, он не совсем простой, да? Ну, я говорю, что за счет того, что у него потом, после отцветения, у него семенная коробочка очень интересная получается. Хочу тебя спросить про муравьев. Я смотрю, вот на бутонах бегает очень много муравьев. Часто тоже люди очень волнуются. Не сожрут ли муравьи цветок? Не сожрут. Они пьют нектар, но это пусть пьют. На самом деле я не обрабатываю от муравьев. Я считаю, что нужно жить со всеми как-то более-менее дружно. Ну, пусть муравьи немножко попьют нектар. То есть ничего страшного в муравьях и пионах нет? Нет, нет, ничего страшного. Прекрасно. Ну и завершающий аккорд. Пион номер 10. Пойдем к нему. Опа. Ну и последний. Десятый пион. Мы вернулись туда, с чего, собственно, начали у тебя съемки. Мы все время входим вокруг этого шикарнейшего куста. Ну, ты знаешь, в этом году действительно его звездный час. Он очень долго рос, где-то вот на пятый год, кстати, он добился вот этой своей формы, ту, которую нам показывают на рекламах, да, что она должна быть вот такой. Сорт называется Квицин, это шведская селекция. Квицин. Квицин, да. Достаточно редкий еще, поэтому, в общем-то, не очень дешевый, да, но вы должны, конечно, посмотреть, насколько вот это великолепие. Ну, такая красота, да, наверное, стоит этих денег. В общем-то, тут и цветки очень большие. Обрати внимание, какие листья шикарные, да, огромные, достаточно-таки мощные листья. Куст, конечно, стоит на подпорке, вот на той, про которую я говорила, да, вот ее практически не видно на этом кусте. Ну, без подпорки он, конечно, не будет стоять. Вот, я что хотела еще вам сказать. Обратите внимание, я специально не обрезала боковые бутоны, да, кто покупает вот этот сорт, очень часто задает вопрос, и все, нас обманули, нам подсунули не этот сорт, мы заплатили много денег. Вот, видите, боковые бутоны с простой формой цветка, поэтому не бойтесь, ничего страшного. Первые два-три года они могут быть вот такой простой формой, да, потому что бомбовидная форма цветка, она должна набрать, что называется, массу, поэтому после того только она себя выдаст. Это может быть вот как у меня на пятый год только это получилось. И все равно остались идти и другие цветки. Ну, их по-хорошему можно было бы убрать, да. Нет, ну это интересно, это придает кусту такое разнообразие букетов. То есть вот уже когда куст в таком взрослом состоянии, ну я могу себе позволить и оставить вот такие еще боковые бутоны в каком-то, ну где-то немножечко, чтобы продлить цветение, хотя уже, конечно, мы потом вот обрежем эти, вот уже начинают отцветать, да, он достаточно рано тоже цветет, обрежем вот этот центральный цветок и уже будут нас радовать вот такие простые цветочки. Ну, вот скажи же, семенным размножением с пионами заниматься бессмысленно, поскольку это гибриды, да? Нет, семенным размножением заниматься смысленно, это интересно, мы можем так, собственно, все сорта так и выводятся, новые сорта выводятся. То есть новые сорта, у них генетические свойства их передаются, то есть если здесь созреют семена, вот на этом шикарном пионе, и мы эти семена посадим, у нас вырастет такой же пион? Нет, конечно, у нас вырастет новый сорт, но может быть он будет еще лучше, чем этот. Кто знает? Ну, это тоже отдельная история. Ну, это уже такая селекция, да, научная, скорее всего, неприкладная. Ты знаешь, между прочим, все самые интересные пионы практически во всем мире вывели не... Ученые-любители. Не ученые, а вот такие ненормальные садоводы, да? И у нас на самом деле очень много людей, увлеченных, которые занимаются именно селекцией пионов, да? Выводят новые сорта, просто замечательные. Ну, ты подогрела во мне нездоровый интерес к этому делу. Так что, надо собирать семена и сеять? Будем собирать и сеять, а пока мне нужен для букета желтый цветок. Вообще, я считаю, что если у тебя нет в пионарии желтого пиона, то ты не настоящий пионовый коллекционер. Вот, а теперь все будут видеть, что я купил это не у бабушки. Конечно. Да все просто умрут, все просто сдохнут от зависти. Вот это вообще, это букет на миллион, мне кажется. Я рада, что тебе понравилось. Спасибо большое, Наташа. Ну что, пойду поставлю их пока в водичку, а мы попрощаемся с нашими зрителями. До свидания. Смотрите канал Европлант. И я надеюсь, что мы не последний раз приехали к Наташе, потому что, ну, конечно, мы посмотрели еще далеко не все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok